Здарова, пацаны, Ликей здесь. Сегодня хочу рассмотреть тему Соколовского и его ареста. Напомню, что Руслан Соколовский это такой ютубер, который недавно снял видео о том, как он в одном из храмов Екатеринбурга ловит покемоны. Ну то есть он стоял в храме, достал смартфон, открыл приложение Pokemon Go и повзаимодействовал с ним не более, стоя на месте, да, молча абсолютно. И сейчас его хотят судить по, сейчас я посмотрю, ну да, это 148 статья УК РФ, пресловутое оскорбление чувств верующих, и сейчас ему дали два месяца в СИЗО перед судом, то есть он сейчас сидит, да, в чертовой тюрьме два месяца, ожидая решения суда, и суд ему может дать там что-то типа от двух до пяти лет, или штраф в полляма рублей, но ему еще и сюда экстремизм приплели, приплели. То есть все, ну, очень плохо на самом деле, что я хочу сказать, это добро пожаловать в Средневековье в 2016 году, то есть запускаем ракету в космос, занимаемся генными исследованиями, наука идет вперед, кибернетика, все остальное, да, эта информация становится очень сильно доступной, и, блин, и где-то до сих пор сажают за то, что человек в храме открыл приложение. Ну, а теперь давайте чуть-чуть поподробнее остановимся на этом вопросе, то есть прав Соколовский, не прав, и это, в принципе, это не имеет значения, то есть в этом вопросе нужно абстрагироваться от вообще личности Соколовского. Ну, да, паренек такой, типа, узнаю себя в 19 серии, да, революционер, все дела, воинствующий атеист, и это его губит на самом деле, потому что я уже как-то много раз вам говорил, что не надо себя провозглашать вообще кем-то. Как только мы себя провозглашаем в какой-то, ну, кружке по интересам, да, то мы сразу же становимся заложниками этих кружков по интересам, то есть не надо говорить там всем налево и направо, я вегетарианец и чувствую себя хорошо. Все, уже как-то, ну, предвзятое мнение будет, во-первых, к тебе, во-вторых, ты часто будешь совершать такие действия, которые ты бы не совершал, если бы не провозглашал себя там тем же вегетарианцем. Не надо там везде орать, там, я атеист или я верующий, просто делай свое дело, не надо везде орать, я коммунист или я капиталист, просто делай свое дело. Не надо его никак называть, вообще абсолютно никак. И тут Соколовский, конечно, его сгубила эта штука, что он везде себя прям позиционировал, я атеист, я атеист, да чувак, мы поняли, мы поняли, что я атеист, все, расслабься, живи своей жизнью. Но нет, вот решил как бы всем доказать, что я сейчас половлю в храме покемонов в знак протеста, да. Жалко, ну то есть в итоге он как бы стал на самом деле козлом отпущения, потому что изначально, что здесь плохо, это вообще, что где-то на планете есть такой закон, как оскорбление чувств верующих. Что это такое? Это настолько резиновая штука, что, ну, это просто ад. То есть оскорбление чувств верующих. Во-первых, как определить, оскорбились они или не оскорбились? Во-вторых, кого считать верующим? То есть кто берет на себя эту ответственность, когда говорит, что да, ты оскорбил мои чувства, я могу доказать, что я верующий, и значит здесь рассматривается оскорбление чувств верующих, и все, ты меня можешь посадить. Как это понять? Ну, просто нереал. И вот поэтому сейчас, пока нету суда еще, да, суд будет через два месяца, Соколовский сидит уже в СИЗО, эксперты рассматривают его видео на предмет оскорбления чувств верующих, и о-о-о, экстремизма. Это тоже такая же статья, под которую можно, ну, кого угодно, короче, посадить. Вот кто вам не понравится, режиму кто не понравится, а все, экстремизм можно рассмотреть, усмотреть, в принципе, в любых действиях. Пенсионеры выйдут бастовать на улицу за то, что им пенсию, там, не выплачивают, например, или рабочие выйдут на улицу бастовать о том, что рабочие, там, шахтерам не платят деньги полгода, а все, что-то экстремизм, несанкционированные митинги, и вообще все, все в тюрьму, ну, вот и все. И, да, я видел, там, многие люди у нас любят говорить, что, ну, это же закон, а закон един для всех. Да в том-то и дело, чуваки, что я не только говорю про то, что сам закон тупорылый, ну, как бы, тупорыл он или не тупорылый, но он все-таки закон, да, но то, что он не применяется ко всем. Соколовский пошел, открыл приложение в пространстве, которое просто храм называется, продолжается два месяца СИЗО, и еще сейчас скажут, какой срок будет через два месяца. Когда НТО со своими дружками пришли, разгромили выставку, которая им не понравилась, просто разгромили ее, то есть хулиганство такое в чистом виде, никому ничего не сделали. Вот о чем я говорю, то есть тут не надо говорить, ну, Соколовский же нарушил закон, вот получает по заслугам, да нет у нас такого, что все получают по заслугам, просто нету, каждый из вас может вспомнить любые истории, там, когда человека за буханку хлеба сажали, а когда какой-нибудь очередной сынок прокурора или сынок какого-нибудь влиятельного человека, там, сбивает людей на своем автомобиле, и ему ничего за это не будет, говорит с полицией, с матом, угрожает им, и ему тоже за это ничего не будет. Вот о чем я говорю, понимаете? Как бы мы даже уже не обсуждаем, что сам закон абсурдный, оскорбление чувств верующих, ну, насколько он вообще растяжимый, да, так еще и не ко всем применяется, вот, вот в чем проблема. Ну и, конечно, да, блин, а если уж вообще говорить, справедливо это или несправедливо, ну да, Соколовский решил привлечь к себе внимание, ну, сделал это таким подростковым способом немножко, ну, публичная опорка максимум, ну, максимум, ну, штраф денежный, ну и все, какое вообще лишение свободы, вообще о чем, что он сделал? Если уж идти до конца, то верующие должны быть все прощающие, они должны сказать, ну, молодой человек еще, ну, вот, ну, вот, сделал так, ну, простим его, ну, порка максимум, ну, штраф максимум, ну, какое? То есть он сейчас сядет, то есть он будет сидеть так же, как люди, которые, там, воруют, убивают, да, сроки могут быть разные, но суть-то одна и та же, то есть они все сидят в тюрьме, забей, просто забей. И то, что сейчас он сидит в СИЗО, а не под домашним арестом, это тоже полный адок, потому что в СИЗО сидеть еще хуже, чем уже в тюрьме, когда тебе дают срок. Почему? Как бы, и тюрьма, конечно, это ад, но в СИЗО еще хуже, потому что в тюрьме, да, там ад, там плохо, но ты уже как бы все, уже знаешь, ну, все, мне дали столько-то лет, ну, сейчас буду здесь осваиваться, пытаться как-то что-то где-то пробиваться, да, занимать свое место, ну, ты уже хотя бы понимаешь, ну, все, там, дали тебе два года, ну, все, два года я буду здесь, все, у тебя уже все понятно. В СИЗО ничего не понятно, в СИЗО психологически, тебе очень плохо, то есть ты сидишь, ты не знаешь, что происходит, какой тебе дадут срок, к тебе еще могут подсаживать всяких там полицейских, да, в переодетых, то есть которые там из тебя могут какие-то показания или выбить, или, типа, ну, чувак, по дружбе, давай расскажи, ну, в общем, понимаете, да, то есть там неопределенность полная, то есть полная непределенность, что будет, да, очень плохо, то есть ты и так уже сидишь в тюрьме, ну, СИЗО, это, блин, это долбанная тюрьма уже, по сути, но так ты еще и не знаешь, что будет вообще, прикинь, даже если тебя оправдают, ты уже два месяца просидел в СИЗО, это полная, Давидыч, вон, уже почти год сидит, и еще суда не было, то есть чувак уже почти что год в тюрьме сидит, и даже если его оправдают, в чем я сомневаюсь, то он уже год просидел, считай, ни за что, ну, никто там не компенсирует это ему никак, так и тут Соколовский сейчас просидит два месяца, потом могут опять отложить слушание на несколько месяцев, то есть он так может просидеть очень долго, а если еще и дадут срок, то он еще и сидеть будет, блин, короче, надеюсь, там штрафом все, как бы это все разрешится и все, потому что, ну, это плохо, это очень плохо, это 2016 год, ребята, ну, не должно быть такого, не должно быть таких законов, просто нет, должно, и еще немаловажная часть, все цепляются к тому, что в одной передаче там как-то показали, что за ловлю в храмов вам будет либо штраф, либо, что-то там до трех лет, по-моему, лишения свободы, но никто не видит сноску, что это согласно, опять же, закону, статья 148, да, УК РФ, а что это нам статья говорит? Давайте посмотрим, допустим, публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, это первое. Второе. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений других религиозных обрядов и церемоний. И третье, да, незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или проведению богослужений других религиозных обрядов и церемоний. То есть, что из этого сделал Соколовский? Да ничего. Он никому не мешал вести богослужения, религиозные обряды. Он молча достал телефон, открыл на нем приложение. То есть, ну, он мог открыть так же Facebook и листать ленту, да. Он просто открыл приложение, и все. Он ничего не... Он стоял на месте, молчал, никого не трогал. Он не мешал никому обряду. То есть, его можно было привлечь по этой статье, если бы он бегал бы по храму, там, я не знаю, разбрасывал бы свечки, толкал бы людей, может быть, кричал что-то. Тогда понятно. Но он просто стоял. И как я понимаю, на самом деле, где оскорбление чувств верующих как бы просматривается экспертами, не в самом факте, что он достал мобильный телефон и открыл на нем приложение в храме, а то, что в самом видео, вы его сами посмотрите, я не буду его сюда вставлять, просто зайдете к нему на канал, ну, увидите это видео. Там была нецензурная брань, уже наложенная в монтаже, то есть, он там наложил песню в стиле, ну, знаете, как у православных песнопения есть. Вот в таком же стиле он как бы такую матерную переделку сделал, да. Вот вроде бы больше как бы за это его хотят на самом деле привлечь, чем просто за тот факт, что он в храме открыл приложение. Вот как-то так, ребята. Полный, полный вообще что-то происходит невероятное. Просто невероятно, да. Мы с одним челом болтали. Он тоже, ну, в Дании, вот, кто у меня есть кореш, живет уже много лет. Ну, Димон, сейчас он в Ригу уже обратно переехал. Он говорит, я вообще не представляю, там такое в Дании, например. Ну, максимум штраф и все, и все забыли. Ничего такого нет. Да и даже вон у евреев в синагоге ловишь покемонов, тебе вино за это дают. Уже, ну, можете погуглить, были случаи. То есть, насколько все сильно отличается тоже. А если уж мы идем дальше, если совсем идти дальше, если совсем идти дальше, то есть сейчас вообще абстрагируемся от земных там законов, от мира людей. Даже вот, бог есть. Да он любит своего сына Соколовского. Ну, хорошо, тут открыл покемон го в храме. Так бог любит тебя и в храме, и вне храма. Ему это все равно. Это все человеческое что-то. Если уж мы идем дальше. До конца. Вот так, ребята. Соколовского максимум. Ну, порку. Или штраф. Ну, все, ну и все. Ну, если его реально посадят. Хотя он уже будет сейчас два месяца, считай, сидеть в тюрьме. Это просто... Просто что? Почему еще люди не бастуют? Почему еще люди, ну, как бы, не выражают свое недовольство вот этим законом абсурдным, резиновым, который вообще непонятен? Все, пацаны, пока этого.